85 лет назад в России была образована система гражданской обороны МЧС. Александр Мальков посвятил службе 58 лет жизни. В Твери он руководил отделом по подготовке к применению ядерных боеприпасов на аэродроме Мигалова. Затем 25 лет преподавал на курсы гражданской обороны. В этом году, как и служба, Александр Андреевич отмечает 85-летний юбилей. В торжественный день с ним встретился Игорь Руденя, который отметил заслугу ветеранов, заложивших основу эффективные работы подразделений гражданской обороны в Тверской области. Такой опыт пригодится в любом коллективе, признался губернатор, даже в региональном правительстве. Вы командой так более-менее удовлетворены, потому что работа ваша видна очень хорошо. Я скажу, что команда очень хорошая, мы все равно делаем ставку на Тверских, потому что исходим из того, что наша задача не просто их вырастить и научить, а еще и экспортировать в федеральное правительство. Поэтому нам надо там своих людей иметь, чтобы они в область что-то приносили. В хорошем коллективе должен быть тот, на кого можно равняться. Кто всегда поможет, подскажет советам. Такая практика в советские годы имела название наставничество. По мнению губернатора, подобное нужно вернуть. Помимо этого, Игорь Руденя и Александр Мальков обсудили реализацию и других проектов, направленных на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. По словам губернатора, решая вопросы развития Верхней Волжи, необходимо использовать большой опыт заслуженных руководителей, которые в свое время трудились на благо региона.